Мы все еще находимся на Астана Комикон 2019. Мы сейчас находимся в нашем кибер-павильоне. Как вы видите, сейчас уже пришло гораздо больше людей, потому что все-таки сегодня выходной, суббота, народ пришел, скачался, желает отдохнуть. Мне очень радует, что у нас много людей, у нас есть интерактивность. Вы можете обратить внимание на зал, посмотреть, как много людей, как они играют, как веселятся. Есть некоторые, были некоторые проблемы у CyberDogs с их рейсом. И сейчас мы переключаемся на другие камеры. Как раз у нас представитель CyberDogs, их рейс задержали. Здравствуйте. Наконец-то вы прибыли, хоть и с опозданием. А что случилось вообще? Ну, мы собирались на рейс, получается, у нас 6 лет в отлет, его на полтора часа переносит. И мы сидели, чилили, а потом такси туда очень дохало. По итогу мы сюда очень с опозданием приехали. Ну, хорошо, что вы долетели все-таки. Как думаете, через сколько вы сможете уже к матчу приступить? Да, мы прямо хоть сейчас готовы. А для людей, которые не в курсе, да, о шоу-матче, может, расскажешь себе, в чем он заключается? Какой у нас тут вообще шоу-матч будет? Ну, для веселья, не знаю, мы с командой, у нас получается 5 человек и тренер. Мы поднялись на две команды, размещаемся и со зрителями будем веселиться, там, всякие дела делать, не знаю, прикольные. Да, то есть мы будем рандомно, да, выбирать людей из зала, кому повезет, тот будет играть с вами? Нам говорили, лотерейные билеты будут. А, да, да. И будут раздавать зрителям, и мы будем, получается, победителей вытаскивать ими играть. И будет два шоу-матча, правильно? Два матча. Две игры будет. Да, так что, ребята, подходите, если вы хотите играть с представителями команды CyberDogs, с профессионалами своего дела, пофаниться, то вот в нашей кибер-зоне, в нашем кибер-павильоне вы сможете познакомиться с ребятами. Ну, а на этом мы пока переходим на общую камеру зала и скоро к вам вернемся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие зрители. Сегодня у нас второй день Комик-кон Астана 2019, и мы сейчас находимся на Кибер-павильоне. И тут я встретила ребят из Салем Сайбердог. Все правильно? Ребят, представьтесь и расскажите, как вам мероприятие, первые впечатления свои просто. Привет. Очень крутое мероприятие, я не знаю, нахожусь тут два часа, ничего не посмотрел, но мне все нравится. Уже нравится? Да, уже нравится. Атмосфера топовая. Ну, это был Рома Фелд, и сейчас тренер Сайбердог. Тренер команды Салем Сайбердогс. Азиз, как тебе мероприятие? Вообще отлично. Ну, мы еще не все посмотрели. Сейчас играем в шоу-матч, обязательно пойдем, посмотрим. Охота посмотреть, что-нибудь купить надо обязательно. А вот вы когда приехали, вы в качестве гостей здесь, насколько я поняла? Да, в качестве гостей. Мы должны были приехать раньше, но нас самолет задержали на полтора часа. Мы сидели, ждали, по итогу. И опоздали немного. Вы здесь с полным составом в шоу-матч играли, как я понимаю? Да, полным составом в шоу-матч с зрителями. Поделились на две команды, брали зрителей и играли с ними, веселились, как могли. Ну, и как вам, зрители, соперники? Ну, стоял, значит, против парня в Миду. Я так в Миду не играю, он что-то там потел, потел. Ну, что-то мне немного сытно было, но я все равно его переиграл, так что нормально. Понятненько. Можете рассказать, чем вы вообще занимаетесь сейчас? Какие у вас планы? Какая у вас атмосфера у вас в Тимхаусе, в Буткемпе? Вы же вместе все живете? Ну, атмосфера рабочая. Сейчас пришел новый игрок, Хейс. Сейчас много очень тренируемся, 6 дней в неделю. Готовимся к KFC и потом закрытым квалификациям на интернешнл. Отлично, отличные планы. А по поводу зрителей, вы хотя бы, не надо так потеть, пожалуйста? Можете чуть-чуть? Ну, мы, я потею только против своей команды, их убиваю. А так сам ногу на монитор, как всегда, вот так закинул и играет. Ну, я хочу вопрос задать Азизу. Вот скажи мне, как, каково это быть тренером Салем Саверокс? Отлично. Одно удовольствие. Игроки скиллые. Особо много ничего не надо говорить. Просто подавливать к играм, забивать КВ. Слушные и податливые? У меня, ну, игроки просто опытные. У каждого есть свой характер. И, в принципе, просто нужно каждому находить подход. Ты его находишь? Ну, стараемся. Да нет, на самом деле, процентов 8 нахожу. Ну, что ты можешь пожелать начинающему киберспортсмену? Ну, побольше мотивации. Без мотивации невозможно ничего добиться. Больше терпения. В Доте это важно. Не гореть. Не тильтовать? Не тильтовать. Очень много стараться. Очень много стараться. Рома, а теперь ты скажи, как стать таким профессиональным игроком в Доту? Я откуда знаю? Как ты играешь в Солен 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 Собердос? Ну, просто надо много играть, много стараться. Желание иметь мотивацию. Немного удачи. Процентов 95. И все. Давай начнемся от Доты. И вопрос такой. Видели ли вы косплееров здесь, когда зашли? Видел очень много косплееров. Видел... Закомнились? Бэтмена из аниме Боку Ну Хир. Ну, короче, Академия Героев, или как она называется? Там этот, который... Савай, или как он? Бэтмена, ну и... Кого ты еще видел? Я хочу посмотреть этот сториз видел у тебя, Железного Человека. У него маска прикольная закрывается. Вот. А так только тебя видел сейчас? Ну, я не успел увидеть. Мы просто быстро поднялись, опаздывали. Я думал, ты обычно такой... Давайте, вопрос такой теперь. Какой твой любимый герой в Доте? Найс Солкер. А почему не Дроу Рейнджер? Ну, я не играю на Кэрри. Сталкер просто мой любимый персонаж. Я видела, как он здесь играет на Дроу Рейнджер. Твой любимый игрой какой? Эмбер Спирит. Я думал, скажешь Дроу Рейнджер. Нет, Дроу Рейнджер. Она же сметала. Неинтересно. Увидела я этот коспей и не могла пройти мимо. Перед нами Дроу Рейнджер Сет Анубиса. И исполнитель, сам косплеер Сати. Она занимается косплеем очень давно. Она меня очень вдохновляет. Особенно ее легионка. И она является одним из победителей топ-3 Алмео и Спорт. Скажи, пожалуйста, Сати, как тебе Камикон? И расскажи про свой образ. Почему ты остановилась на нем? Камикон мне очень понравился. По организации. В принципе, для первого такого фестиваля, такого масштаба, я считаю, что это довольно-таки неплохо. По наполнению тоже весьма себе хорошо. И очень хорошо, что это началось наконец-таки в Казахстане. Что мы заявили о себе на мировой арене косплея. Также, что здесь проводится такой крупный фестиваль киберспорта. Насчет своего костюма. Я просто изначально, задумывая о новой косплее, решила сделать Дроу Рейнджер. И выбирая сет из мастерской, остановилась на сете Сайбер Анубис. Ну, у тебя получилось очень круто, на самом деле. А сколько времени ушло? И вообще, из чего этот костюм и лук, вот эти вот доспехи? Ушло около полутора месяцев, так как все делалось в сжатые сроки к определенному фестивалю. Был определенный дедлайн. Насчет материалов. Это обычный материал для бутафории, для косплея. Это Ева Форм. Это Пеноплекс. И, в принципе, все. Лук не тяжелый? Он тяжелый. А какие у тебя будущие косплеи планируешь? Пока я не планирую ничего нового, хочу сделать небольшой перерыв, взять отдых, потому что последние два косплея на Легион Командер и Дроу Рейнджер, конечно, подкосили. Ну, мы еще помним твою Фантомку. Фантомка, да. Это был мой первый косплей после долгого перерыва, мое возвращение на Алмео Испортс. Ну, что тебе еще сказать, Дроу Рейнджер? Можешь какую-нибудь фразу сказать из ее игры? Я могу сделать вот так. Ну, еще один вопрос. Сати, ты как профессиональный косплеер, очень много опыта имеешь. Что можешь сказать или посоветовать начинающему косплееру? Я хочу посоветовать не опускать руки, слыша критику в свой адрес, так как если это конструктивная критика, принимайте ее во внимание, совершенствуйтесь. А если это простой хейт, то пропускать это мимо ушей в нашей сфере, он всегда будет присутствовать. Ну, хорошее на самом деле. Можешь сказать еще, чем ты занимаешься помимо косплея и почему ты выбрала именно эту деятельность? Чем она тебе так нравится? Я сама по образованию художник, дизайнер, работаю дизайнером. И косплей – это мое основное хобби, которое позволяет мне сразу по нескольким направлениям действовать, которые мне нравятся – это художество и театральное искусство. А как родители относятся к этому творчеству твоему? Мама меня очень поддерживает. На самом деле она помогает мне со всеми моими костюмами. И без ее помощи я бы не справилась. Ну, это классно, когда родители поддерживают. И тем более у тебя еще работа связана с косплеем. Ну, спасибо тебе большое, Сати. Я тебе желаю удачи, терпения, сил, потому что нам понадобится очень много этого. Ну, и удачи на конкурсе. Ты один из победителей, точно. Спасибо тебе большое. Это у нас последнее на сегодня включение с Астана Комикон 2019. Со мной сейчас стоят профессиональные профессионалы, представители команды CyberDogs. Собственно, SetNomad и Sorrow. Arrow. Arrow. Кстати, у меня немного все уже, короче, два дня. Маринуюсь по четыре часа. Сплю. Давайте, в общем, мы сначала минуем капитана и спросим, как вообще Комикон для вас. Комикон, ну, именно организация сама отличная. Именно все вовремя проходит. Так быстренько, оперативненько, знаете. То, что так-то-так-то все уже, ну, определено. Сетка там висит, все могут увидеть, все с кем играет. Там, ну, заморачиваться не надо просто. Все. А гик-культура вообще относите себя как-то к гик-культуре? Ну, к гик-культуре мы, конечно, относимся. А любимое аниме есть? Да, это. Тетра смерти. Тетра смерти, да. Забыли, о чем договорились изначально. Так, важный вопрос. В принципе, мы весь день, да, тебя маринуем сегодня, как Nomad. И я подумал уже о том, что мы достаточно близко знакомы для более таких интимных вопросов. Посмотрел эту страницу ВКонтакте. В общем, у тебя одна фотография только с тобой, где ты вот так стоишь тоже. Ты себя любишь вообще? Свой внешний... Ну, я себя люблю. ВКонтакте такая, все социальные сети, они мне не нравятся. Надо было в Инстаграм зайти. В Инстаграм надо было, у меня там фоток. Я просто удалил ВКонтакте. Я не успел дойти до... Там, я просто ВКонтакте чекаю. И все, лайки ставят там. А чем ты обычно заправляешься? Там по стенам лазить? Ну, как ты обычно делаешь по вашим видео? Ну, обычно мотивируюсь поражениями. Они... Они порождают во мне что-то такое, то, что меня вводит из себя, и я такой прям аж на стену лезу. Ну, хотелось бы, да, вернуться и вообще про дисциплину. Как у вас есть, да, я понимаю, капитан, у вас есть тренер, который с вами приехал. Менеджер есть? Менеджер есть. А как вообще в вашей команде построена дисциплина? Можете рассказать? Ваша дисциплина, откровенно говоря, да, хромает очень сильно. Ну, сейчас пришел к нам менеджер, которого все знают на самом деле. Думаю, он наладит эту обстановку. А вот есть тренд, да, на психологов? Психологи вообще нужны, как думаете? Нет, честно говоря, да, очень даже нужны. Знаю, просто must have, как говорится. 6 человек в одном доме, и у каждого важный характер. Кто-то может под всех подстроиться, например, я ко всем лояльно относиться, а кто-то кого-то запаривает так очень сильно. Вроде мы играем вместе в одной команде, но живем-то в одном доме, и очень сложно в некоторых моментах. Кто-то тарелку не помоет, меня напрягает, я ее сразу бью. Скоро я кушаю, и будем с кастрюли просто руками еще. А как долго вы уже вместе все живете? Два месяца живем вместе. И, короче, буткемп заканчиваться будет? Или он не планируется даже заканчиваться? Надеюсь, что не будет планироваться. То есть это, можно сказать, тим-хаус, да? Не буткемп, в смысле? Да, у нас тим-хаус. У нас как китайская система, типа, заехал в тим-хаус, живешь там, пока не постырешь, я так понял. И пока там тебя не кикнут, или там что-то еще, какие-то форс-мажорные ситуации. Но вы все в Алма-Ате, правильно базируете? Да, все в Алма-Ате. А у вас свободное время есть, да? То есть вы, или у вас есть обязанности, допустим, вы все должны спать в тим-хаусе, ночевать, в смысле, там, кушать, или вы можете как бы ночевать по домам у тех, кто из Алматы? Ну, у нас... Ну, у нас прям такого графика нету. То, что кто-то должен сидеть, допустим, 6 часов, мы обязаны сидеть 6 часов, играть, и потом только свободные. У нас, ну, честно говоря, ну, свободного времени много, но каждый использует, как хочет. Кто-то может на тренировке использовать, допустим, у нас из 12 часов в 6 часов свободно, да? Но он может все 12 часов сидеть, просто, ну, соло-мэр играть и тренироваться, и все. Ну, давайте завершим чем-нибудь таким, что самое яркое впечатление у вас от Комикона, там, по 2-3 слова. Ну, мороженое бесплатное дали. Где? Поняли? Подождите, подержи. Я не знал, что здесь можно. Мы разнали, и все. Мы, короче, стояли на улице, все, подходят с таким ящиком, тремя, и дают, надо мороженое? Говорим, ну, давай одно. И все, как бы. А мы отсюда не выходили никуда, ничего не посмотрели. Максимум туалет выходил. А как ужинать будете? Как? Ужинать как будете? Ужинать не знаю. Будем бомжевать? Выживать? Максимум туалет все. Понятно. Ладно. Большое спасибо вам за общение, ребята. Жму руку. Тебе же, тебе видно, да, кто капитан сразу? Ну, и на этом, в принципе, мы заканчиваем. Наше прямое включение. На всего всем большое спасибо, кто смотрел нас. Завтра у нас будет все классный, насыщенный день. Этих ребят вы опять сможете найти. Если вы их видите здесь, я думаю, вы можете подойти с ними, пообщаться, взять автографы, пока они не стали за это брать деньги. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.